Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха и оздоровления детей, в состав которой входят представители управления образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежи и управления по вопросам семьи и детства, с июня месяца проводят комплексные проверки того, как в поселениях муниципалитета ответственные помогают детям незабываемо провести лето. Работа эта интересная, творческая, но требует неукоснительного соблюдения многих инструкций, которые направлены на то, чтобы каникулы детей прошли без происшествий. Сегодня у нас дети будут делать поделки из шишек. У кого работает как фантазия, значит, кто будет делать? Денис, денис, денис. В Доме культуры Прикубанского сельского поселения летом шумно и весело. Ведь десятки юных жителей хуторов выбирают проводить свои каникулы именно на этой творческой летней площадке. Именно отсюда районная комиссия начала осмотр качества организации летней кампании в поселении. Неудивительно, что сюда стремятся дети, причем разных возрастов, от 5-6 лет до 14. Программа, подготовленная работниками СДК, очень разнообразна. Делают они поделки из шишек, из камешков. Делали недавно куклу из тряпичной. Но дети забирают домой поделки, потому что им это нравится, надо показать родителям. Оставляем так немножко, поэтому делается много, но они забирают домой. Проводим для детей различные игры, конкурсы, соревнования. Вот недавно проводили велозаезд, участвовали дети именно. Затем и в музей посещаем наш сельский. Проводим различные экскурсии с разными тематиками. Занятия физкультурой, творческие и интеллектуальные игры, развлекательные мероприятия. К лету в Доме культуры подготовились основательно. Но площадка в ДК не единственная в поселении. По направлениям молодежной политики и спорта вечером здесь работает площадка для ребят постарше. Отдельной строкой в проведении проверки стоит вопрос о наличии знаков, запрещающих купание в реках и каналах. Ведь официально разрешенных мест для купания нет ни в одном поселении, кроме городского. В Прикубанском эти знаки установлены регулярно излюбленные места купания, обходят с проверкой специалисты местной администрации. Немаловажным моментом является и проверка документации, изучив которую члены межведомственной комиссии подводят итог увиденному. В Прикубанском работа по организации летней кампании оценена удовлетворительно. Соседнее Маевское поселение тоже принимало в этот день комиссию. Здесь досуговая площадка организована в сельском клубе «Хутора Сербин». И хотя официальные часы работы площадки начинаются с трех часов дня, по факту ребята приходят в клуб с самого утра. Причем, как утверждает исполняющая обязанности завклубом Ирина Гербель, участниками площадки становятся не только малыши, но и дети старшего школьного возраста. Они с удовольствием играют во все игры вместе со своими младшими односельчанами. Телефонные игры уже всем надоели. Уже хотят подвижности. Даже русская лото им очень интересно, чем сидячие игры в телефоне. Родители довольны. Я считаю, что мы справляемся с этой ситуацией. Проверив организацию работы в Маевском, комиссия была удовлетворена увиденным. Мы уже проверили 12 поселений и выявили недостатки в поселениях данной рекомендации. Поселения исправляют свои замечания. Срок больших замечаний в поселениях не было обнаружено. При этом небольшие огрехи случаются в поселениях, где работают новые специалисты. И задача комиссии – выявить такие недостатки, обратить на них внимание и исправить. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».